Добрый день! Сегодня мы разберем задание школьного этапа в СОЖ по биологии для 10 класса. И мы выбрали несколько заданий из каждой части, которые вызвали по каким или иным причинам наибольшие затруднения у учащихся. Начнем мы с первой части, где нужно было выбрать единственный правильный ответ. Вопрос номер 6. Срез какого растения представлен на фотографии? Ну, если мы внимательно посмотрим на срез, то здесь очевиден, на самом деле, лист, что это срез листа, поперечный, видны проводящие пучки. И посмотрим на варианты ответа. Покрыто семенной, хвойный, хвощ и мох. Ну, ни мох и ни хвощ нам, очевидно, не подходят, как и хвойный. У хвойной мы будем видеть хвоинку, у хвощей листочки маленькие, редуцированные. Листочки мхов тоже имеют вполне себе характерное строение и совершенно похожее на то, что мы можем увидеть на данном срезе. Поэтому остается только покрытое семенное растение. Вопрос номер 7. Что отмечено на стрелке на поперечном срезе древовидного папурника? Если внимательно посмотреть, стрелка указывает на такие волоски по краю среза, точнее, даже спила древовидного папурника. Единственное, что здесь из приложенного подходит, это должны быть какие-то корни. Но у папурников образуются именно что? Предаточные корни. У них нет главного корня боковых корней, поэтому правильный ответ здесь – предаточные корни. Вопрос номер 9. Изображенное на схеме простейшее является? На самом деле, для того, чтобы ответить на этот вопрос, совершенно не обязательно знать, что это за простейшее конкретно. Надо внимательно лишь посмотреть на его строение. Мы видим длинные, тонкие лыжноножки, или филопоотии в данном случае они будут называться, на которых что-то налипло. Это пищевые частички как раз-таки. То есть, мы видим, что данное животное питается, поглощая питательные вещества из внешней среды. Таким образом, это явно не фотоавтотроф, то есть, это не фотосинтетика ни в коем случае. Хемоавтотроф тоже нам не подойдет, потому что хемоавтотроф – это бактерии хемосинтетики. Остается хемодетеротроф или фотодетеротроф. Но в данном случае, видно, это будет хемодетеротроф – это просто организм, питающийся и получающий энергию, и органические вещества из внешней среды, не используя при этом энергию, например, солнечного света. Вопрос номер 20. Чем объяснить наличие чудесной капиллярной сети в печени? Что такое чудесная капиллярная сеть? Обычные капиллярные сети соединяют артериолу и венулу. Из артериолы проходит кровь по капиллярной сети и собирается в венулу. Чудесные капиллярные сети соединяют венулу с венулой или артериолу с артериолой. И действительно, если мы знаем самоопределение, то получается, что самый логичный ответ – это, что богатая тисловая кровь поступает в печени по одному сосуду, а богатая питательными веществами по другому. Действительно так и происходит. У нас богатая питательными веществами кровь поступает от кишечника, потому что печень – это основной центр метаболизма в нашем организме. Говорят, что это еще какой-то фильтр нашего организма, крови, идущий от кишечника со всеми оставшимися в нее веществами. А богатая тислородом кровь, очевидно, поступает по артериям от сердца. Поэтому, да, поступают они по одному сосуду тислорода, и по другому будут поступать питательные вещества. Вопрос номер 23. При добавлении в осадок больших количеств мочевины многие белки выпадают в осадок. Выберите наиболее логичное объяснение этого явления. Ну, давайте разбирать каждый вариант ответа. Мочевины взаимодействуют главным образом с альфатическими гидрофодными боковыми группами белков, что приводит к образованию агрегатов. И что она взаимодействует с альфатическими группами белков, что приводит к образованию агрегатов. Ну, это очевидные неверные варианты ответа. И верный вариант ответа это именно, что обнажаются гидрофобные области, то есть они как бы оказываются повернуты в раствор. Из-за чего происходит образование агрегатов. Последний вариант с гидрофильными областями, которые обнажаются, тоже не подходит. Почему? Потому что, если гидрофильные области обнажаются, то легкие агрегаты образоваться не должны и в остаток ничего выпадать не должно. Что имеется в виду обнажается? В молекулах есть как гидрофильные части, так и гидрофобные. И в водном растворе белки, которые функционируют, у них гидрофобные части как бы повернуты внутрь. Информация такая, что гидрофобные части повернуты внутрь, а гидрофильные части, они развернуты наружу в взаимодействии с молекулами воды. Мочевина активно собирает на себя молекулы воды. Молекул воды становится мало, из-за чего как бы молекула разворачивается так, что гидрофобные области обнажаются. Ну и из-за этого образуются агрегаты и выпадает все в осадок. Перейдем к второй части, где нужно было выбрать от одного до пяти правильных вариантов ответов. Здесь мы видим жизненный цикл определенного простейшего. Это форминифера. И если мы внимательно посмотрим, то действительно на самым нормальным и подходящим ответом будет единственный ответ, что оно обладает раковиной. А канидии – это органы размножения у грибов, очевидно, здесь не подойдут. Жизненный цикл, очень похожий на жизненный цикл человека, тоже нам не подходит, потому что здесь наблюдается чередование двух поколений. Также, поскольку есть чередование поколений, единственной габлоидной стадией жизненного цикла не может быть только гаметы. Ну а раковина действительно наблюдается здесь даже на рисунке, не зная, что именно это за простейшее. Просто из анализа картинки мы можем сделать правильные выводы и правильно ответить на данный вопрос. Вопрос номер 7. На рисунке представлена схема взаимодействия нескольких нейронов, а также результат их искусственной стимуляции. Результат записывался в акциональном полнике принимающего нейрона. Выберите все верные утверждения. Нейрон А является чувствительным. Или может являться чувствительным. Нет, потому что чувствительный нейрон, он должен получать импульс от рецептора. А здесь мы видим, что он получает импульсы от каких-то других нейронов. Поэтому этот вариант ответа никак не может быть верным. Потенциалы, регистрируемые в нейроне А после возбуждения нейрона 1 или нейрона 3, распространяются с затуханием. Да, но если посмотрим на картинку, мы видим, что напряжение, вызываемое от нейрона 1 или нейрона 3, недостаточно для того, чтобы возникло процессаундействие. То есть это подпороговая стимуляция. Поэтому она не будет вызывать потенциалы действий, не будет распространяться с затуханием. Точка А обозначает тело нейрона. Нет, точка А обозначает на самом деле аксональные холмы. Тело нейрона находится выше. Данная схема регистрирует на самом деле явление пространственной суммации. Почему? Потому что мы опять же излучим график. Мы видим, что есть нейрон 1, есть нейрон 3. И они оба возбуждающие могут передавать какую-то подпороговую стимуляцию на нейрон А. И вот этот нейрон А, если к нему будут одновременно и от первого и от третьего нейрона поданы сигналы, тогда возник потенциал действия, но и, как раз, и есть пространственная суммация. Вопрос 10. Выберите верное утверждение об изображенной молекулы. Ну, если внимательно посмотреть, это производная холестерина. Нужно было вспомнить, как выглядит холестерин. Значит, явно это не может быть ни под производной глицерина или сфингазина. Данная молекула не является полностью гидрофобной, как минимум, потому что есть гидрофильные группы. И мы видим тут OH, мы видим здесь комбоксильную группу. То есть полностью гидрофобной молекула точно не является. Молекулы запасаются в больших количествах жировой ткани. Нет, на самом деле это молекулы желчный кислород, которые выделяются печенью, и их основная функция эмулидировать гидрофилепиды. И большим количеством жировой ткани она запасаться не может. И никакого смысла в этом нет. Часть третья. Часть третья – это утверждение. Утверждений было некоторое количество. Мы выбрали те, которые могли вызвать наиболее большие затруднения у учащихся. Наличие моноцеллярного и мультицеллярного эпители у брахиопод является примитивным признаком. Ну, та, моноцеллярные эпители – это базальное состояние. Мультицеллярные эпители, что вообще значит, не слова. Моноцеллярные, значит, содержат одну лисничку. Мультицеллярные множество лисничек на одной клетке. Действительно, моноцеллярные эпители – это более базальное и примитивное состояние. Мультицеллярные – это более прогрессивный признак. как именно из-за наличия монцеля, а не монцеля, а не монцеля, а эпителия, бархиоподы были вытеснены в свое время створчатыми моллюсками. Они занимают одну и ту же экологическую группу сидячих раковинных фильтраторов, но эффективность фильтрации у створок оказалась выше. Ближайшими родственниками высших растений являются зеленые водоросли. Нет, по современной систематике, ближайшими родственниками высших растений являются харовые водоросли. Зеленые водоросли тоже относятся к архиопластинам, но это не ближайший родственник, не сестринская группа. При первичном типотериозе, причиной которой является нарушение работы щитовидной железы, уровни ТТГ и триоттерианина в плазме крови повышаются, а уровень тироксина и тиротропин ревизин гормона понижаются. На самом деле, что происходит? Если у нас плохо работает щитовидная железа, то у нас должно понизиться количество вытеряемого тироксина и дальше, соответственно, триоттерианина. Из-за того, что щитовидная железа функционирует не в полную силу, понижается содержание двух этих гормонов, а включается механизм обратной связи и начинается усиленная синтез. Сначала тиротропин ревизин гормона, а потом и ТТГ. Но, на самом деле, даже то, что повысится тиротропин ревизин гормон в крови, а потом и ТТГ, который должен тиротропин гормон ускорить и усилить синтез тироксина, это никак не поможет, если у вас есть какое-то нарушение, повреждение щитовидной железы. Поэтому данное утверждение было неверным. Часть 4. Вопрос номер 2. Вопрос номер 2 был про рестрикцию кольцевой плазмиды бактерии. Итак, геолог проводил анализ кольцевой плазмиды бактерий с помощью рестриктаз А, Б и С, ферменты, разрезающие молекулу ДНК. То есть, что такое рестриктаз, их называют молекулярными ножницами, их используют активно сейчас в ген-инженерии, когда вам нужно в определенных местах разрезать молекулу. Как работает рестриктаз? Она имеет свои сайты рестрикции, она узнает последовательности нуклеотидов определенные и в них приносит разрезы. В каждую из пяти пробирок ученый добавил плазмиду и одну или несколько рестриктаз. После ингибирования с рестриктазами экспериментатор провел электрофорез полученных образцов. Однако порядок нанесения биолог не запомнил. На этой соответствии дорожки геля с добавленными к плазмиде рестриктазами. Это задание не требовало от вас не знание того, что такое рестриктазы, не решение каких-то подобных задач. Это практически была задача на логику и просто соотнесение двух картинок между собой. Итак, посмотрим на дорожку номер один. Мы видим два участка. То есть на электрофорезе было получено два молекулы ДНК разной длины. Одна примерно 200 нуклеотидов, вторая примерно 800. О чем это нам говорит? О том, что было сделано два разреза. То есть использовалось две рестриктазы. Потому что если мы посмотрим на карту рестрикции, мы видим, что каждая рестриктаза вносит только один разрез. Итак, один кусочек 800, другой кусочек 200. 200 это разрез от А до С с одной стороны, а 800 от А до С с другой стороны. Значит, здесь были рестриктазы А и С. Номер два. Здесь мы видим один длинный фрагмент в тысячу нуклеотидов. То есть это одна длинная линейная молекула ДНК. Что это означает? Значит, был сделан только один разрез. Ну, на самом деле, если бы у нас не было даны какие-то заранее варианты ответа, подошло бы любая из них. И А, и Б, и С. Одна любая рестриктаза. Поскольку нам заранее был дан вариант только Б и других таких вариантов, только А или только С, не было, то это означает, что мы использовали только Б на второй дорожке. Третья дорожка. Здесь мы видим три молекулы, три разной длины. Значит, это три разреза. Если это три разреза, значит, мы используем просто все три рестриктазы вместе. И А, и Б, и С. Номер четыре. Здесь мы видим, опять-таки, две дорожки. Одна... Два фрагмента на дорожке. Одна чуть меньше 200, а другая чуть больше 800. Если мы посмотрим на нашу карту рестрикции, мы увидим, что у нас есть фрагмент 180 и 800 плюс 20. То есть, это разрез от А до Б с одной стороны и от А до Б с другой стороны кусочек. Получается, что 4 это А плюс Б. И остается последняя, пятая дорожка. Здесь мы видим тоже два разреза. Один кусочек очень маленький, 20 муклеотидов. Второй довольно большой, приближается где-то к 1000. А это нам означает то, что мы наблюдаем здесь тоже два разреза. И остается из всех вариантов ответа только Б и С. И действительно, у нас такой маленький кусочек, 20 муклеотидов может получаться исключительно между Б и С. Вот все задания, которые мы хотели разобрать с вами в этом классе. Надеюсь, что у вас все получилось. Желаю вам удачи на муниципальном этапе. До встречи. До свидания.